Привет всем дорогие друзья, с вами Серёга и сегодня я апнул наконец-то в клане миллион очков. И знаете, это было очень долго и очень мучительно, потому что я, наверное, уже месяцев 5 как сидел на 900 тысячах очков и всё хотел апнуть, но что-то как-то кэвэшки неохота идти. А почему было неохота и вообще историю моих кланов, как я обещал в этом видео, я как раз таки расскажу. Вообще, когда я пришёл в Warface, я, не задумываясь, сразу стал копить варбаксы, чтобы создать свой клан. Это был какой-то, ну, может быть, 2013 год, начало, может быть, где-то апрель, я не помню, на самом деле, точных дат, но я уже в Warface 3 года, получается. Я создал клан, назывался он Альфа Мастер, я туда собирал всяких рачков, в общем, мы играли, были дружными, все дела, да, было прикольно. Даже кто-то кэвэшки снимал, может быть, даже на ютубе чеки можете прописать, может быть, найдётся чё-то, может, кто-то скрины остались против меня, играли. Ну, в общем, в этом клане я был примерно до, даже не примерно, я был до ежа, может быть, трёх полосок. Вот где-то так я до нём был, потом решил всё же, блин, задолбало меня это всё, знаете, тогда был я, наверное, эмоциональным человеком, и у меня кто-то выходил с клана, я думал, блин, как же обидно, все дела, всё, нужно заканчивать с этим говном, больше ко мне в клан никто не вступит, и я, в принципе, вышел с клана, и я уже, как бы, знал, куда я, в принципе, примерно пойду, у меня было ещё два друга из того клана, с которыми я вместе хотел пойти в какой-нибудь топовый клан, у них было два ежа, у меня был один еж, и знаете, на то время это были, это было такие топовые звания, и с такими званиями, например, два ежа, стата 1.50, у них была у меня двушка, или даже, не знаю, не двушка, может, чуть поменьше, может, 1.80, где-то так, и с такими остатками нас, естественно, на изичах могли взять, ну, в любой клан, нас взяли в клан, он был очень топовый, что ли, ну, там не платиновые лиги, знаете, раньше как-то по-другому считалось, на самом деле я честно забыл нахер, как раньше считал все кланы, но раньше всё было по-другому, не платиновые золотые лиги были, вроде бы просто места были, вот, и, в общем, вступили мы в самый топовый клан, не по очкам, именно по ежемесячным лигам могли нам дать, 10 тысяч корон, а клан назывался Асав, в общем, и тогда я был ещё в Корее, и поэтому у меня не было особо времени нормально играть, и там пинг, ну, вы сами помните, я стримил, показывал какой там пинг, ну, если кто помнит, и я там не мог нормально играть, и поэтому в этом клане я, к сожалению, не ужился, я там был примерно, наверное, недели две, и потом за то, что я мало играл, не активно играл, не особо там тащил, ну, потому что пинг очень херово был, и, естественно, не помню, на самом деле, или кикнули меня, или сказали просто, типа, вали с клана, нахер, нахер ты нам сдался, ну, и, в общем, вышел я, и потом, как бы, очень сильно захотел я в клан, который я хотел, я, то есть, перепутал с клан свой, вышел, чтобы пойти в конкретно какой-то клан, но меня там не хотели брать, и потом я пошёл в клан, он назывался 7буэстиси, ну, думаю, знаете, люди помнят, что это за клан такой интересный, ну, именно из старичков он был самый топовый, самый первый, то есть, да, и после долгих переговоров меня туда взяли, и, к сожалению, получил я только где-то 50 тысяч очков, и клан нахер распался, это было очень внезапно и очень странно, потому что клан существовал, получается, с 2012 года, то есть целый год он спокойно существовал, и как только я вступил и захотел в нём играть, а я в нём намеревался остаться навсегда, и всё, как бы, его нагнули, и клан распался, ну, глава меня переманила людей в новый клан, я вступил в их новый клан, набрал там 1070 очков, и он, опять же, распался, ну, и пришлось мне идти в ПВЕшный клан, потому что чё-то как-то надоели, знаете, мне всякие ПВП, надоели вот эта вся херня, то, что у меня урон не проходил, и чё, какая-то залупа, и захотел я просто спокойно поиграть, ликвидацию туда ввели, ещё какую-нибудь штуку поиграть, и пошёл в клан, а то только ПВЕ, что ли, называлось, ну, чё, тип того, познакомился с многими ребятами, ПВЕшниками, там, у некоторых 10 тысяч ПВЕ было, у некоторых 500 тысяч ПВЕ, ну, это я уж, конечно, лукавлю, ну, ладно, в общем, играли мы с ними, крабили ПВЕ, апнул я примерно, наверное, птицу с двумя золотыми полосками, и также решил выйти с клана, пойти в ПВПшный клан, потому что ПВЕ мне немножко надоело, пошёл ПВПшный клан, на то время очень сильный клан, он был пересознанный из какого-то, не помню, какого клана, ну, в общем, как бы, поиграл я там несколько дней, и не помню, за что, на самом деле, меня из него кикнули, знаете, там глава, такой петушок был, томатный петух у него ник был, или томатный гном, чё-то тип того, а, в общем, у него, а, томатный мачо, ну, томатный петушок тебе тоже подходит, в общем, он меня кикнул, но, знаете, он кикал не из-за того, что я-то плохо играл, или просто был плохим человеком, он, как бы, собирал клан по званиям, то есть, ему в клан все хотели, да, к нему в клан все шли, и, вот, он самое последнее место смотрит, например, у меня там было, может быть, 5000 очков, и он кикнул, чтобы кого-то другого взять, у кого звание покруче, чем у меня, к примеру, то есть, не из-за того, что я плохо играл, мало играл, а то, что просто надо было взять кого-то в клан, и надо было кого-то кикнуть, а вот какое-то последнее место, ну, в принципе, его кик, Ну, чё, типа того, и тогда я как-то огорчился, кстати, клан долго не просуществовал, ну, потому что покикал, и потом все нахер повыходили с него, вот, потом я психанул, подумал, я тогда, кстати, сидел с Литом и Мишаней в скайпе, что ли, или в РК, не помню, где мы сидели, и решил создать по приколу просто клан, ну, Белая Акула, почему нет, мне название нравилось, по приколу создастся или нет, но я не намерен был создавать свой клан, то есть, просто по приколу решил создать. И он создался, я такой смотрю, блин, название классное, мне нравится, вроде редкое, ну, на то время мне так это казалось, и я такой, блин, чуваки, короче, даю вам слово, что вот, всё, в этом клане я буду, из него я не выйду, ну, как видите, слово до сих пор держится, и я в этом клане, то есть, я глава в Белой Акуле, это мой клан, да, наверное, многие сейчас это только узнали, потому что, может, меня кто-то просмотрит как ютубер, а конкретно в каком я клане, глава ли я в этом клане, ну, наверное, не в курсе. В общем, этот клан с 2013 года, точнее, с 16 января 2013 года, ой, 2014, извиняюсь, года, и вот так вот, получается, два года я уже в клане, скоро будет три года, что я в клане, и за три года почти что набрал миллион очков. Вы скажете, что это капец как мало, да, скажете, что это капец как мало, ну, на самом деле, создавал я этот клан, потому что хотел просто свободы, свободно играть в ПВЕ, свободно играть в паблики, свободно писать видосы, но потом я начал набирать людей, и я как бы им говорил, чуваки, не надо КВ играть, это свободный клан, и они все равно его, мать его, играли, они завели его в золотую или какую-то там лигу, и я тоже захотел с ними поиграть, я начал с ними играть КВшки, катали мы КВшки, апнул я там, может, первые 100 тысяч очков, то есть первые, наверное, 500 тысяч очков я апнул, ну, в первые полгода клана я точно первые 500 тысяч очков апнул, и знаете, раньше было трудно очки апать, потому что не такая система была, не 11 раундов, раньше было 6 раундов, и давали за одну КВшку, ну, очков 200-300, где-то давали, если побеждаешь, и то, если побеждаешь с таким счетом, к примеру, там, 6-3, а не вот 6-0, 6-0, там вообще 200 очков мы ждали бы, и очки было, естественно, трудно зарабатывать, сейчас 11 раундов за 11 раундов вам, буквально, то есть 20 минут игры вам дают косарь очков, раньше такого, друзья, не было, и раньше, то есть получать очки клана было намного труднее, поэтому эти очки клана я получил намного труднее, к примеру, за день, то есть ты задротишь целый день, без перерыва, и получается, знаете, еще с нами никто КВ не хотел играть, ведь у меня стата огромная, боятся моей статы огромной, еще что-то у нас игроки как бы с хорошей статой были, у меня там много сильных ребят было в клане, которые повыходили, да, как бы люди боялись, не хотели с ними играть, и мы долго ждали КВ, ну и за день я, наверное, максимум при старых обстоятельствах апал, там, может быть, 12 тысяч очков, а сейчас можно спокойно 12 тысяч очков каждый день апать, даже не особо напрягаясь, ну, раньше это раньше, сейчас это сейчас, и примерно 900 тысяч очков я апнул, но у меня, знаете, не было такого особого желания апать очки в клане, мне просто хотелось играть, играть, играл КВ по фану, играл, играл, ну и вот как-то на апал вот столько вот очков получилось оно, ну, миллион, на самом деле, и сейчас ты мне похвастаешься, это, может быть, когда-то давно я мог похвастаться, что апнул столько очков, но могу похвастаться хотя бы, что я нахожусь в клане уже больше двух лет, и я не клановая, какая-то проститутка, которая бегает, да, по кланам, из кланов клан, я нахожусь в своем одном клане, обещание, которое я дал, то есть я буду в своем клане, я буду до конца в своем клане, то есть, понимаете, вот такая вот интересная логика, мой клан распадался раз-два, может быть, то есть люди абсолютно разные составы и распадались, а, да, первые разы было, конечно, обидно, когда ты глава, ты как бы собираешь людей, они для тебя как семья, они с тобой играют, они тебя служат, и в один момент они даже не соизволят сказать тебе, Серег, я как бы, бля, мне заебал твой клан, я хочу выйти с твоего клана, они даже этого не говорят, они просто выходят с клана, и все, и даже ничего не говорят, и ты думаешь, блин, а что за херня, он даже мне ничего не сказал, вот это да, это было обидно, но после того, как мой клан распадался, там всякие люди его предавали, уходили в другой клан, переманивали игроков, господи, мне это так все насскучило, сейчас я просто сижу, у нас как бы не особо давно, у меня с 3-4 назад был распад клана, и я такой, реально, там люди, знаешь, мне пишут в кавличку, типа, все, мы сейчас всех игроков с того клана заберем, я такой, сижу и думаю, вот я человек, который уже пережил столько разрывов, распадов клан, я такой, сижу и думаю, да пожалуйста, иди ты в задницу, господи, я уверен, что все, кто у меня сейчас есть в клане, когда-то они выйдут с клана, и я понимаю, что, ну окей, так оно либо выйдут, либо перестанут играть нахер в Warface, это нормально, я понимаю, пусть выходят, как бы, одни люди уйдут, другие придут, я ютубер, мне собрать клан, я могу уходить в клан, собрать чисто всех 80-х рангов, статы 3+, и всем, чтобы было 20-плюс лет, это будет не особо долго, за неделю спокойно такой клан соберу, ну нахер оно мне надо, у меня в клан спокойно 60-й ранг плюс, и 18-плюс лет, то есть без ограничений, ну там, знаете, может быть, у кого ранга такого нет, или лет им столько нет, они в клан просто до этих правил вступили, и как бы потом, когда эти правила придумал, не кикать же их с клана, правильно? А поэтому кланы распадаются, это нормально, я хочу сказать людям, которые главы своих кланов, там, следят за кланами, не обижайтесь, то, что кто-то выходит с клана, кто-то заходит с кланом, понимаете? Это игра, тут нельзя обижаться, что человек просто взял и вышел с клана, знаете? Вот что самое, наверное, обидное, то, что кто-то вот так вот с вами играет, да, разговаривает, вы с ним нормально общаетесь, а они потом просто сваливают и, как бы, не общаются больше с вами, даже не предупреждают о том, что они там вышли с клана. У меня много таких моментов было, ну и много было нормальных людей, которые адекватно там объяснили, что да как, почему я выхожу с клана, вот, и я их понимал. Вот сколько, ребят, реально у меня людей в клане не было, я даже не знаю, сколько у меня очков в клане было. Сейчас у меня на данный момент 7 миллионов 400, что ли, тысяч уже очков или 7 миллионов 300 где-то так, а то есть золотая какая-то лига, они там сами КВ играют, и все их вполне еще не трогают. Раньше меня постоянно донимали, говорили, Серега, ты должен слить за кланом, ты должен там КВшки сам катать. Да нихера подобного, ребят, я сейчас нихера не делаю, и люди сами там и собираются, и КВ катают, и там жалуются, кто-то выходит. Да настрать, офицерки понадавал, они спокойно сами там живут. Ну, я как бы их батька, конечно, я могу над ними подшутить, они мой клан, они моя маленькая такая семейка, которые могут запустить меня на ангарчик. Так что клан-то хорошо, клан-то хорошо, я ни капли не жалею, что, конечно, создал его. Я решил, кстати, для вас реально такое душевное более-менее видео сделать и рассказать по этому поводу, когда я там клан создавал, что-то как-то было. В общем, за 2,5 года миллион очков. Ну, знаете, для меня это какой-то новый рекорд, потому что вот напишите в комментариях, кто из вас, вот сколько у кого из вас максимум было очков в клане, то есть у кого-то 300 тысяч очков максимум было, у кого-то 500 тысяч, у кого-то, может, лямов 5 было. То есть я знаю игрока, у которого почти 10 миллионов очков в клане, и у него свой клан пираньи его зовут, или как вот, или стоп, я сейчас кем, или еще какой-то другой чувак, я там видел, он на КВ заходил, ну, там, что ли, 8 лямов, или что-то типа того очков. То есть у одного человека, прикиньте, больше, чем почти у всего моего клана очков. То есть вот такие вот бывают люди, которые вот так вот играют, клан он меня посвящает всю жизнь, вот так вот душевника все оно получилось. А, кстати, на фоне вы видите КВ против Дошираков, а так душевника решили закатать 5 на 5. У нас, я у нас не основной... Вот вы там начали в комментариях писать, да у них не основной состав, вы их раскатали, ребят. Ну, господи, чего вы смеетесь? Я даже с ними в ТС-ке сейчас не сижу, они там... Я вот просто спорю, 100% уверен, если бы я даже в ТС-ку зашел, они даже не об игре бы разговаривали, они, может, все в разных комнатах сидели и разговаривали о всякой херне, потому что у меня такой клан, они не сидят в ТС-ке, они так и с таким не занимаются, они не играют в основных составах, они играют всегда миксом, то есть кто есть, они их зовут. Что-то мне начали там говорить, мне основной состав какой-то... Да насрать мне, честное слово, против кого я играю. Я давно потерял смысл кого-то побеждать, мне нравится просто играть. Понимаете, я играю и получаю от этого удовольствие. Я хорошо сыграю, это классно. То, что мы там проиграли, да вообще насрать. Это игра, тут и свойственно и выигрывать, и проигрывать, это нормально. Ну, собственно, по моим победам я, конечно, больше всего выигрываю. Вот, ну и сейчас на самом деле победа... Ну ладно, это уже отдельная тема, то, что победы не считаются. Ну, в общем, насрать, то, что проиграли, выиграли, как я сыграл, честное слово. Просто главное, чтобы было все гладко, не лагал Варфейс, еще какая-то херня. Не оскорбляли люди, адекватные были. Это просто приятно будет играть, а не то, что там кто-то кого-то выиграл, кто-то кому-то что-то доказал, господи. Кто в Варфейсе кому-то что-то может доказывать? Это не серьезно, просто по фану поиграть, это прикольно, в ТСК и посидеть. То есть я не сижу с ними в ТСК, я сейчас просто с вами разговариваю, правильно? То есть, как я могу записывать и в ТСК сидеть, и в ушах голоса будете слышать, а нафиг мне, чтобы вы слышали, и голоса не вас будут отвлекать. Вот, и как бы я опять могу вас спросить, а стоит ли мне записывать КВшки? Ну, вы сами понимаете, мой клан не скилловой, и КВшки, вы если только будете смотреть, то только будете смотреть на то, как я бомблю, ору, визжу. Ну, то есть, веду себя не особо адекватно, но смешно, согласитесь. Только если на это посмотреть, потому что я на КВ не особо такой координирую, не особо тактичный, не особо мне это все дело интересно. Да, когда-то мне было это все дело интересно, я координировал, реально переживал, в игры мы там проиграем, репутация, все дела. Ну, именно я веду репутацию, не то, что мы там неадекватные, а репутация в том плане, что мы хорошо играем. Да, я раньше об этом переживал, сейчас мне, на самом деле, пофиг, кто нас выиграет, кому мы проиграем, то есть, это игра, и тут свойственно, опять же скажу, выигрывать и проиграть, так что напишите, стоит ли записывать КВшки, а если стоит, то, а как вам будет все же интересно записывать, чтобы я один сидел и в лайве вам это озвучил, или все же, чтобы я с ребятами еще в ТСК сидел. Ну, если я, конечно, с ними в ТСК бы сидел, нужно их еще, конечно, воспитать, чтобы они там не матюкались и всякую херню, если, а тут же мой клан, кроме зенитов, честно говоря, я в шоке, что они КВ начали играть. Я думал, они мне столько очков на зенитах понаделали. Опять же, шутка про свой клан. Ну, как же не подъебать свой клан, я просто в шоке. Так что, как-то так, друзья, решил сделать вам такое не смешное, такое интересное, как бы познавательное видео. Ну, думаю, подписчикам моим будет интересно, они обязательно поставят лайкос. И так же, друзья, хочу сказать, немножко прорекламировать наш Dream Team. То есть, кто знает канал Монтера, он снимает, точнее, не он, а как бы мы. Но он это все монтирует, поэтому он. Мы просто озвучиваем Dream Team. То есть, это такой мини-сериал, мини-фильм. Я даже не знаю, как это, честно говоря. Ну, как бы первые наши выпуски можно какими-то скетчами назвать, точнее, сборку скетчев. Но последний Dream Team, над которым Монтер реально постарался, то есть, он получился реально классным. Ну, не особо смешным, конечно. Мне больше старый Dream Team, и нравились, где короткие, но смешные. Но, в принципе, тоже неплохо. И, как бы, получилось такой длинный, на более 10 минут. И реально, как бы, старался человек. Мы-то просто озвучиваем, да, с ребятами. То есть, он именно все это дело сам там проектирует, подставляет звуки. То есть, реально классно. И, я думаю, что достойно больше 100 тысяч просмотров, даже больше 500 тысяч. Наш первый выпуск Dream Team, что ли, набрал 500 тысяч просмотров. Ну, где-то так. И, надеюсь, это тоже наберет. Так что, обязательно, друзья, кто не видит и кто вообще не знает, что такое Dream Team, загляните, обязательно посмотрите. Я там, то есть, тоже принимаю участие, занимаюсь, как бы, озвучиванием одного персонажа снайпера, топ снайпера. Я же снайпер, правильно? Вот, я его озвучиваю. Так что, взгляните, посмотрите. Думаю, получилось прикольно. Мне понравилось. И напишите, какой, конечно, вам больше всего понравился. Ну, что, друзья, спасибо огромное, что посмотрели. Такая вот получилась классная КВ-шка. Надеюсь, ничего не забыл сказать. Я надеюсь, что ничего не забыл сказать. А, ну, я же сказал, да, чтобы вы писали, будет вам нравиться то, что я снимаю КВ и как я снимаю КВ. Ну, надеюсь, вам это понравится, но я не знаю, знаете, против кого играть, то есть, кто заходит в комнату с теми играем. То есть, многие могут сказать, то есть, мы против рамбов будем играть, против каких-то днищ, раков, но, ну, извините, я не хочу играть против всяких петушков макросных, понимаете? Потому что раньше топовые кланы все играли с макросами. Макросы на вал, макросы на калаш, и с ними просто неприятно играть, или просто заходят, например, в чат и начинают сразу агриться, писать там, песочник, еще какая-то залупа. То есть, с такими дебилами играть не круто, и их сразу кикать будем, и в видео снимать с такими дебилами так же смысла нету. Поэтому с адекватными, чтобы был позитивчик, снимать интереснее, согласитесь. Не, ну, ладно, одно видео можно снять с такими дебилами, которые там агрятся и пишут херню в чат, но не каждый же ролик, правильно? Так что, такие, естественно, они будут кикаться. Ну, не знаю, друзья, посмотрим. Если вкатят вам квшки, будем снимать квшки. Не вкатят, буду снимать обычные ролики. С вами был, друзья, Серега. Ставьте лайки за такой выпуск познавательный, как бы, адекватный все дела. Это очень, очень редкий случай. В общем, спасибо за просмотр, с вами был Серега, подписывайтесь, в группу ВК вступайте, всем удачи, друзья, всем пока.